Микс-ньюс. Радио «Болтком». Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня журналист Юрий Сопрыкин. Здравствуйте. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните также из-за рубежа код плюс 371 и пишите ватсап 230-6191. Юрий, вы вчера участвовали в марше в защиту Ивана Голунова, в поддержку Ивана Голунова. Как все прошло? Это, кажется, у группы «Зоопарк» была такая песня «Все было так, как бывает в мансардах». На вчерашнем марше все было так, как бывает на подобных маршех. То есть в этом смысле задержания были абсолютно предсказуемые, которые произошли и которые, в общем-то, широко обсуждались. Мне кажется, да. Ну, то есть схема этого не сильно отличалась от того, что мы видели на других маршех по другому поводу несогласованных акциях в центре Москвы. Но взгляд эта акция была и не уходила. Люди пытались куда-то идти, полиция пыталась им не давать куда-то идти. В какие-то моменты людей хватали, в общем, в довольно случайном порядке и уводили в автозаки. Кого-то в довольно случайном порядке тащили силой или били дубинкой. Мы даже знаем приблизительно, каково будет число задержанных на такой акции в пределах 600 человек. Вот. И мы сейчас видим, как цифра общая подбирается к этой цифре. В общем, это все печально, это все неприятно, это все местами чудовищно. И, к сожалению, это все предсказываемо. На ваш взгляд, эта акция была необходима, учитывая, что Ивана Голунова отпустили и с него сняли, обвинили? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, была необходима кому и для чего. Я вчера пытался расспрашивать своих друзей в Фейсбуке, что они думают, что они чувствуют по поводу этой акции. Вот была ли она необходима, какие у нее были цели, были ли они достигнуты. И, в общем, становится в какой-то момент понятно, что цели эти были в основном субъективны. Ну, то есть, я должен доказать себе или своему ближайшему кругу друзей, что я не боюсь, что я достаточно смелый, чтобы заявить о своих правах. Я не боюсь полицейских глубинок и готов дальше сражаться за свои требования. Эти требования каждый участник акции в момент ее выхода уже формулировал для себя-то сам. Потому что требования более лучшего порядка освободить Ивана Голунова и наказать полицейских виновных в приказы этого дела и даже смягчить антинаркотическое законодательство, они на момент начала марша уже были либо выполнены, либо, ну, в общем, намечена какая-то перспектива их выполнения. Потому что в итоге, да, в итоге каждый выходил в основном, чтобы доказать что-то себе, и каждый приносил в этот выход какой-то свой собственный смысл. Ну, там ведь была история с тем, что организаторы этого марша в поддержку Ивана Голунова собирались попробовать согласовать акцию с властями. Вот эта попытка сесть за стол переговоров, на ваш взгляд, что это? Нет, смотрите, этих попыток было как минимум две. Одна была утром 11 июня, в тот момент, когда Иван Голунов был под домашним арестом и сидел с браслетами на ноге. И вокруг этого истории сложилось уже, ну, довольно широкое сообщество сочувствующих и готовых ему помогать, и готовых выходить на этот марш. Вот эта попытка пойти на переговоры утром, она закончилась ничем. И она закончилась ничем отчасти из-за, ну, заведомо невыполнимых требований, которые были выдвинуты инициаторами этого марша. Мы будем разговаривать с вами, но только в прямом эфире в струбе дождя. Понятно, что, ну, как бы ни один чиновник в нынешнем российском государстве, а может быть, ни один чиновник вообще в мире никогда на такой разговор, на таких условиях не пойдет. Вот, вторая попытка. Но в этот момент у инициаторов были довольно сильные позиции. За ними была вот эта огромная масса сочувствующих людей, огромная энергия сочувствия, и Иван, сидящий в тюрьме, и справедливые требования, которые на тот момент выполнены не были. Но эта сильная позиция никак не была разыграна. Почему так сложилось, как так получилось, кто в этом виноват, об этом, ну, в общем, говорить бессмысленно. Это не сложилось. Вторая попытка вступить в диалог была в тот момент, когда у инициаторов уже были довольно слабые позиции. Потому что все требования этого марша были выполнены или намечены перспективой их выполнения, потому что мэрия быстро придумала альтернативную акцию. Ну, как бы, если вы хотите выйти протестовать, то, пожалуйста, вам сюда. Потому что главные редактора, участвовавшие в деле Ивана, выступили с заявлением о том, что надо придерживаться, ну, там, согласования, акции и всего остального. Заявление достаточно обтекаемое, но для многих прочитанное как призыв не ходить на завтрашний марш. И да, позиции инициаторов в этот момент были слабы, и ТАЭСи, переговоры не могли закончиться иначе, как ничем. Ну, то есть в этот момент мэрия уже могла диктовать свои условия, что она и сделала. Позиция руководства «Медузы», которая широко обсуждается сейчас в социальных сетях, в частности, пост Ивана Колпакова, главного редактора этой издания, о том, что мы отбили своего парня. И далее можно по-разному трактовать, что он сказал, а кто-то воспринял это как некое такое... Ну, он сказал о том, что не надо участвовать в этой акции, потому что акционизм – это не наша история. Вот как вы вообще оцениваете заявление Колпакова, позицию «Медузы» и поведение «Медузы»? Ну, акционизм – это точно не история «Медузы», потому что этим занимаются Пусти Райот и прочие современные художники. Ваня говорил скорее об активизме, но неважно. Мне кажется, что это не очень удачный пост, и неудачный в том смысле, что... Ну, это пример такой коммуникации, где отправитель сообщения имел в виду одно, а получатели услышали совершенно другое. Например, в кампании вокруг освобождения Глунова мы видели пример почти идеальной коммуникации, когда довольно большая масса людей объединилась вокруг понятного и разделяемого всеми сообщения. Это сообщение было считано его получателями, его адресатами, неважно, там, властью, обществом, кем угодно, медиа, совершенно точно и однозначно, и это сообщение во многом было услышано. «Освободите нашего парня, прекратите подбрасывать наркотики, найдите виновных и накажите виновных, и давайте что-нибудь сделаем с антинаркотической статьей». Все это было скоммуницировано предельно четко самыми разными способами. Через пикеты, через выходы к судам, через медиа, через акции, которые устраивают эти медиа, через объявленный заранее марш. Вот в смысле поста Ивана, это, конечно, не очень удачная коммуникация, потому что я уверен, что Иван имеет в виду довольно простую вещь. Для нас, для редакции «Медузы», вот горячая фаза этой кампании, она закончена, она достигла своих целей. Дальше мы участвуем в этой кампании нашими традиционными журналистскими средствами. Что услышало ядро активистов, я подчеркиваю, именно ядро активистов, которые участвовали в кампании за Голунова, услышало оно следующее. Ну, как бы, всем спасибо, всем свободны. Мы в этой кампании больше участвуем, вы нас больше не интересуете. Вот, при том, что отправитель этого сообщения, я абсолютно в этом уверен, имел в виду совершенно не это. Но, ну, как бы, неудачные формулировки, стресс, спешка, нервы иногда нас подводят и не дают нам точно выразить нашу мысль. Ну, и сам Голунов в машине участвовал и призвал всех провести, лучше провести время с семьей. Вот как вы это? Совершенно нет ничего удивительного, потому что Иван Голунов никогда не участвует ни в каких протестных акциях. Да, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, на новости рекламы, потом вернемся и продолжим. Журналист Юрий Сопрыкин с нами на прямой связи. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Эта программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Евгений Копеин. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня журналист Юрий Сопрыкин. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Телефон прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, звоните из зарубежья. Бежак, вот плюс 371, напишите в WhatsApp 2306191. Леонид Парфенов сказал, что история Ивана Голунова войдет в намедни 2019. Вот на ваш взгляд, насколько это серьезная веха в истории страны? Можно ли вообще воспринимать историю Ивана Голунова как некий такой пункт, который станет историей страны? Или это все-таки история в масштабах социальных сетей, медийного пространства и не более того? Как вы видите? Нет, она вышла уже далеко за пределами социальных сетей, и когда на протяжении нескольких дней это главная новость на всех каналах, ну, это трудно как-то списать за счетов. Да, я уверен, что это событие абсолютно историческое, и историчность его в контексте событий в России последних 20 лет в том, что здесь вот вокруг такой очевидной несправедливости возникла какая-то широкая общественная коалиция, широкое общественное движение, причем сложилось оно мгновенно за несколько дней, если не часов, которая в итоге привела к тому, что власть, начальство российское, оно услышало требования общества и в известной степени их исполнило, не ссылаясь на процедуру, на то, что там система своих не сдает. Это очень нетипичная ситуация. Будет ли у этой ситуации продолжение, вот в чем вопрос. Про это я с какой-то уверенностью сказать не могу. То есть, как бы, что будет написано в последней фразе статьи в намерении про дело Ивана Булунова, вот что сейчас интересно. Но то, что это событие историческое и во многом беспрецедентное, это факт. Ну, на ваш взгляд, может ли это стать так разрушительно решающим событием для нынешней российской власти? Разрушительным точно нет. Насколько это может стать, ну что ли, моделью для коммуникации власти и общества на следующем этапе, вот это вопрос. И я пока, у меня нет у него ответа. Я тут совершенно не уверен, что там за последние сутки мы к этому ответу приблизились. Что та какая-то новая конфигурация, новое объединение общественных сил, которое возникло по делу Ивана Булунова, что оно способно объединиться с той же эффективностью еще раз вокруг чего-то, или приобрести какую-то устойчивость, какое-то устойчивое влияние на власть. Вот в этом я совершенно пока не уверен. Какова роль Владимира Путина в этой истории, как вы считаете? Ну, он освободил Ивана Булунова. То есть это решение непосредственно Владимира Путина? Решающее, да. Приказ был отдан оттуда. Вот, и без, ну, как, собственно, я не отрываю никаких тайн и не сообщаю вам никаких ситуационных сведений, как все самолеты в России летают через Москву, так и подобные дела. Никто не решится принять по ним какое-то окончательное решение, извините за тавтологию, без того, чтобы они прошли через вот этот кабинет. Алексей Навальный, который оппозиционер, блогер, который также присутствовал вчера на марше и был задержан. Как вы к его деятельности относитесь? К его деятельности я отношусь. А к какой его деятельности, как я отношусь? К его оппозиционной. У него есть деятельность политическая, которая, ну, вот заключается в участии в тех или иных избирательных кампаниях. Иногда это получается совершенно блестяще, как на выборах мэра 2013 года. Иногда не очень успешно, как когда его отсыкают на дальних подступах, как на последних президентских выборах. В любом случае он здесь, ну, как бы, самый активный из несистемных игроков. Может быть, единственный активный из несистемных игроков. Но, как бы, позиции его в этой игре очень сильно зависят, опять же, от того, какое пространство ему отдает власть. Есть его деятельность медийная. Это фильмы и расследования, и репортажи, которые команда ФБК делает о разных случаях коррупции. Это они делают абсолютно блистательно. Ну, то есть, иногда это сопровождается какими-то мелкими неточностями, иногда это сделано безупречно, иногда это сделано крайне эффектно, и даже способно вывести людей на улицы, как в случае с фильмом «Он вам не Димон». Вот это пример, ну, такой блестящей медийной кампании, которая стала уже каким-то политическим фактором, общественно значимым фактором. Есть Навальный, как пример, нового стиля, новых каких-то моральных требований в политике. Это тоже очень здорово. Ну, как бы, человек создает, ну, какой-то язык в широком смысле политический язык следующей эпохи. Да, вот такого политика мы еще не видели, и политика, которая апеллирует к таким ценностям, у нас еще не было. Ну, а также так одевается, так пользуется социальными сетями, и так далее, и так далее. А есть Алексей Навальный, как блогер, который делает что-то в собственном аккаунте. Вот, и мне кажется, что вот здесь его, то, что он делает в последние месяцы, абсолютно разрушительно. Потому что все его месседжи, все его сообщения как блогера сводятся к тому, что давайте закидаем камнями какого-нибудь не стопроцентно лояльного нашего союзника. и это не стопроцентно его лояльности, значит, что он подражный, что он трус, что он подлец, что он залез под стул и дрожит от страха, и так далее, и так далее. Вот, это все делается по принципу, бей своих, чтобы чужие боялись. Вот, и какая-то массовая компания, против, не знаю, Антона Долина или Ньюта Фидермессера, или, ну, в общем, людей весьма достойных и хорошо делающих свое дело, становится для сторонников Навального гораздо более мобилизующей вещью, чем любые компании против любых коррупционеров. Вот, я понимаю, зачем это делается, я понимаю эффективность этого для какого-то тимбилдинга политического, но в каком-то широком общественном смысле мне кажется, это вещью абсолютно разрушительной. Навальный вождь, как вы считаете? Вождь кого? Присутствует ли в штабе Навального определенный вождизм? Мне кажется, что... Нет, Навальный не вождь, Навальный скорее руководитель некоторой корпорации, вот, и внутри этой корпорации существует, ну, как бы абсолютная лояльность. То есть, все, что мы слышим от любых сотрудников ФБК, это очень согласованные такие сообщения, они выступают всегда единым фронтом, и смысл этих сообщений в том, что, ну, ФБК абсолютно право, любое сомнение в их словах или действиях совершенно недопустимо и является проявлением трусости, продажности и всего такого прочего. Только то, что делает ФБК, то по-настоящему важно и заслуживает внимания. Вот такая вещь в этом есть. Но как лидер, как вождь, мне кажется, что Алексей довольно часто уводит себя на задний план. Это скорее, ну, вот такая корпорация «Правды», которая требует стопроцентной поддержки, а не фигура Навального, в которой все выстраивается, как вокруг, там, какого-то авторитарного диктатора, который во всем прав. У нас звонок. Да, звонок есть. Здравствуйте. Слушаем вас. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Смотрите, мне не нравится, когда Путин подставляет народ российский, народ под санкции. Мне не нравится, когда вот эти демократы подставляют народ от репрессии. Мне то, что вчера было, это, извините, подставка российского народа под репрессии. Какой у вас вопрос задавать? Подставили. Извините, их подставили. Да, будет у вас вопрос или только реплика? А вопрос такой. А что вы хотели добиться, что подставили? Иван отказался. Это Медуза отказался в выступлении. А вы-то чего хотели добиться? Подставить народ? Хотели подставить? Ну, вы подставили, молодцы. Простите, а вы кому задаете сейчас этот вопрос? Вы с кем сейчас разговариваете? Ну, вот уже отключился наш радиослушатель. Как прокомментируете? Если готовы как-то прокомментировать. Я хотел добиться того, чтобы посмотреть на то, что происходит в центре Москвы, чтобы мои друзья, с кем я иду, вернулись домой живыми и здоровыми. Те из друзей, кто попал в УВД, чтобы им было чего пить и есть, и они, по возможности, тоже оттуда быстро вышли. Вот была моя цель на вчерашний день. Поскольку я не являюсь ни инициатором этого марша, ни его активным сторонником, и у меня по этому поводу много сомнений, я боюсь, что вопрос был адресован не мне. И я не могу отвечать за людей, которые кого-то представляли или чего-то хотели добиться. И мне кажется, что главная проблема этого марша действительно в том, что те требования, которые были выдвинуты на старте на момент начала марша, как я уже говорил, были исполнены, а следующего шага, следующего требования, следующие объединяющие идеи на момент начала марша не возникли или не было сформулировано. Да, у нас еще звонок есть. Слушаем вас. Добрый день. Да, добрый день. Вот наши граждане латвийские, они пошли протестовать к российскому посольству в защиту вашего журналиста. А вот наши... Спасибо им за это. Правильно сделали? Что, простите? Правильно сделали, говорит Гусь. За это говорю. Правильно сделали. Очень хорошо. Правильно сделали, да. Но вот нашего Алексеева тут гноят, можно сказать. Никто не идет к латвийскому посольству в Москве, сидит на Украине по выдуманным. Вышинский, да, вы имеете в виду? Я хотела спросить, где же ваша журналистская солидарность, когда вот в других странах с журналистами творят непонятно что. Спасибо. Да, спасибо. Ну, я могу пояснить для вас историю Юрия Алексеева, если вы не в курсе. Это латвийский журналист, которого, служба государственной безопасности Латвии, у которого обнаружила патроны от Макарова, когда пришла, сотрудники пришли к нему, потому что были подозрения, что он занимается разжиганием межнациональной розни, и нашли у него патроны от Макарова, вот уголовное дело уже по хранению оружия. Ну, в общем, история где-то похожа. Ну, и журналист РИА Новости. Приходится это объяснять, уже содержится ответ на заданный вопрос. Очень сложно проявить журналистскую солидарность к человеку, чью фамилию ты слышишь впервые, и любую солидарность, человеческую солидарность. Как бы, почему так мощно сработала история с Голуновым? Не только потому, что, ну, вот в моем частном случае я Ивана, ну, худо-бедно знаю 15 лет, да, и я вот сам лично понимаю, за кого я в этом смысле защищаю, и почему. Вот, но она сработала еще и потому, что вот эта история про Ивана, про то, что он делал, про то, насколько это было честно и профессионально, вот про буквально написанные им тексты и интересы людей, которых в этих текстах были задеты, про ту очевидную несправедливость, которая по отношению к нему была совершена, и про то, что эта несправедливость является типичным примером того, как действуют российские правоохранители. Что эта история была рассказана огромной аудиторией, максимально убедительно, что эта компания выросла на почве, ну, там, очень мощной медийной активности. На почве того, что и «Медуза», и другие российские издания, и другие российские журналисты вроде меня в частном порядке объясняли всем, кому не попадя, всем вокруг, всем своим слушателям и читателям, кто такой Голунов, что с ним произошло, и почему это вопиющая несправедливость. И это удалось объяснить, удалось рассказать, удалось быть услышанными в течение буквально нескольких дней. И, да, я слышал за это время много укреков, а почему вы не защищаете того, почему вы не защищаете этого. Более того, эти же укреки начали звучать вот в преддверии марша и с другой стороны, и со стороны протестных активистов. А почему вот вы выпустили Голунова, вот вы защищали Голунова, а дальше вы не защищаете, и дальше еще там список из 50 фамилий политзаплюченных, которые даже, ну там, многие люди, находящиеся более-менее в теме, часто слышат впервые. А потому что это все работа медиа, рассказать, кто эти люди такие, почему они заслуживают внимания, почему в отношении них совершена несправедливость, почему мы им должны сопереживать и их защищать. Пока эта история не рассказана или не услышана, ничего не будет, никакой компании. И все большие компании в России, общественные, они начинались как раз с крайне убедительных журналистских материалов. И внимание к делу Нового Величия, к делу Аюба Титиева, и к делу Юрия Дмитриева, который ведет в Роскуте, в Сандармохе, ко всем вот этим несправедливым, сферсифицированным уголовным делам, все это начиналось с очень хорошо сделанного и очень резонансного материала в тех или иных СМИ. Дело Вышинского, который сидит на Украине, и там как раз ведь есть ресурсы, это реановость, огромный ресурс в России, но нет такого резонанса, как дело Голунова. Знаете эту историю? Да, для меня эта история проходила, я честно скажу, постепенно, потому что и вот сейчас только в последние дни она постепенно дошла. Мне кажется, что да, безусловно, эта история вопиющая, с ней надо что-то делать. И я знаю, что многие мои коллеги, в том числе редактор «Медузы», например, уже подписывали какие-то письма в защиту Лышинского. А, например, кинокритик Алексей Медведев, который, ну там, несколько месяцев подряд стоял в пикетах за Сенцова, сегодня уже писал в Фейсбуке, что он выйдет на пикет в защиту того-то, того-то и Кирилла Лышинского. Вот, а это это очень это очень важная вещь. Но, понимаете, ну вот мы тут тоже сталкиваемся с таким примером того, как работают медиа, да, каким бы ни было Большин Рия, но получается, что оно, ну вот своими усилиями, оно не до всех может достучаться. То есть оно, наверное, может достучаться до Сергея Лаврова, да, но вот до меня уже с трудом, потому что я не не являюсь их читателем. И, видимо, если эта история где-то была рассказана, то она не стала такой вирусной, такой общезначимой, такой общедоступной, чтобы дойти до меня. Она как-то даже даже до меня дошла вот в процессе кампании по Голунову. Да, и мне кажется, это вещью несправедливой, заслуживающей внимания, заслуживающей вмешательства и защиты. То есть можно ли говорить о том, что мощь федеральных государственных средств массовой информации, она не столь велика, как это иногда принято считать, учитывая, что в защиту Ивана Голунова сначала выступали, это именно независимые, либеральные, или как по-другому называют, средства массовой информации, потом уже подключились и большие каналы, мы видели заявления флагманов вещания, но тем не менее, вот это не сигнал для государственных СМИ, что что-то не так для них? Нет, я думаю, что умные люди в государственных СМИ так давно все понимают, и о неумном ничего не объяснишь, что мы очень много значения придаем количественным показателям, рейтингам в случае телевидения, или просмотрам и лайкам в случае Ютьюба или социальных сетей, и нам кажется, что если рефлексически посчитать, сколько людей смотрит Соловьева, и посчитать, сколько смотрит Дудя, и сколько людей прочитало пост Навального, то дальше мы сможем по этим цифрам определить, кто сильнее Слон или Кит. Если у Соловьева, который рассказывает, например, не знаю, рассказывает он про Ушинского или нет, понятия не имею, до меня эти рассказы не докатились. Вот если у него 5 миллионов просмотров, а у Дудя 6, то Дудь получается сильнее. Но нет, это не так, это работает не так, потому что помимо количественных показателей есть уровень доверия и уровень, что ли, эмоциональной вовлеченности. Вот, и тут я подозреваю, что, например, у читателей «Медузы» в последние 5 дней этот уровень доверия и вовлеченности был, ну, просто на порядке выше, чем у любых зрителей программы Соловьева, когда бы то ни было. Ну, возможно, за вычетом периода крымского и украинского кризиса, когда действительно люди были в это эмоционально очень сильно втянуты. Мы имеем дело с довольно большой аудиторией, которая сидит у телевизора и воспринимает его как фон, и мы имеем дело с довольно большой аудиторией, которая чрезвычайно эмоционально заряжена новостями, которые она видит в сети, и готова ради этих новостей на какое-то социальное и политическое действие. И причем эти аудитории даже уже не то, чтобы они были количественно очень разными, они сопоставили. И кто сильнее, словно ли кит? Ну, вот за кого людей выходят на улицу, кто-то сильнее. А действия Любови Соболь в отношении Маргариты Симонян как оцениваете? Как не очень профессиональное журналистское действие. Я не вижу ничего ужасного там и пугающего. Говорят, о, она напала на беременную женщину, какой кошмар. Нет, ну, в общем, нападение это было не то, чтобы с элементами насилия, ничего такого губительного в нем не было. Ну, и как бы задавать вопросы человеку, который пришел на радиостанцию, чтобы ему задавали вопросы. Ну, тоже состава преступления я в этом не вижу. Но это были просто неправильные вопросы, заданные неправильному человеку в непосходящий момент, скажем так. И за этим стояла история, которую, наверное, Любовь Соболь имела в виду, про квартиры, которые мэрия дала сотрудникам РИА или чего-то там. Но вот в рамках этого сюжета, в рамках этого ролика или вокруг этого истории вообще не было рассказано. то есть, для человека с Мороза или даже для меня, до того, как я начну копаться, что же там имелось в виду, ну, то есть, вообще непонятно, почему, с какого перепугу Симонян должна что-то там отвечать за Собянина, потому что они оба представители кровавого режима, ну, и, ну, мне кажется, что вот это тоже пример какой-то очень неточно сделанные вещи. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефон на прямого эфира у нас несколько минут остается до конца, так что звоните и пишите в WhatsApp 230-6191. Один звонок мы, наверное, еще успеем принять. Да, ну, мы начали с Ивана Голунова и, наверное, хотелось бы, может быть, завершить этим. Вот журналист Анна Луганская пришла на прием в Кремль, наверняка вы знаете, в майке «Я, мы, Иван Голунов». И Путин целый час стоял перед ней. Для вас это удивительно? Ну, это красивая картинка. Да. Ну, то есть, когда ты видишь, что фотография вызывает целую гамму разнообразных чувств. Это факт. Не уверен, что она у Путина вызвала эту гамму, потому что я вот совершенно не представляю, сколько раз Владимир Путин видел за последние дни футболку ямы Ивана Голунов и что она для него значит. Подозреваю, что он не наделяет ее тем глубоким эмоциональным содержанием, которое наделяю ее я или Илья Анна Луганского. Ну, футболка. Но картинка красива. Можно ли говорить о том, что Путин оторван от реальности? Да, безусловно. То есть, он смотрит на мир по-другому? Ну, то есть, мы все в каком-то смысле оторваны от реальности и это очень большая проблема и проблема, которая была как раз преодолена в компании против дела Голунова, что мы расслоились на очень как общество, на очень непересекающейся друг с другом аудитории, что любые медиа, даже самого большого охвата, стали в известной степени нишевыми, что картина мира, в которой существует лояльный зритель канала «Россия» и картина мира, в которой существует лояльный пользователь «Медузы», например, они не пересекаются почти нигде, не за что зацепиться. А дело Голунова зацепило и тех, и других. И Путин, конечно, тоже является потребителем или лояльным пользователем какого-то нишевого медиа, которые для него составляют его референты. И к реальности оно имеет отношение тоже довольно косвенное. Я абсолютно уверен, что дело Голунова, если не совершить какие-то действия в ручном режиме, которые совершали разные люди вокруг Путина или вокруг окружения Путина, оно бы просто до него и не дошло никогда. Ну, то есть, ты хоть там с той сутками тысячной толпы у Петровки, но человек, который сидит в Кремле в километре от этого здания может просто об этом ничего не узнать. Кстати, мне кажется, что огромную роль в этом сыграла акция с тремя первыми полосами изданий, потому что первые полосы это то, что всегда видят начальство. Вот им приносят на стол газеты, для них газеты и журналы это очень часто первая полоса и обложка. Ну, дальше ты их не читаешь, а тут вот, пожалуйста, все, что ты видишь в этот день, это очень непохожие на обычные обложки плакаты за какого-то Ивана Голунова, а что это такое, интересно, давайте-ка разберемся. Вот, поэтому, да, Путин тоже пользователь какого-то своего нишевого медиа. Спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Журналист Юрий Сопрыкин был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, всего доброго. До свидания.